Всем привет, дорогие друзья! С вами Катархонт и вторая серия Дня Победы 4 за Российскую Империю с Домом Романовых в моде Первая Мировая Война. Продолжаем нашу кампанию. Я вот, к сожалению, всё-таки хотел-хотел, но забыл то, что мы производим стандартное опять вооружение. Надо бы его заменить. Да, я понимаю, ребята, что я вновь это забыл сделать. Ну, что поделать? Вот вроде помнишь, а вроде и забываешь. Вот обидненько немножко на самом деле. Ну, ладно, что поделать. Так, мы исследуем с вами модернизацию, то есть мы военные заводы быстренько поднимаем. Некоторые, кстати, предложили уйти в демократию, то есть, не знаю, разбились мнения по поводу конституционной монархии, либо нейтралитета. Не знаю, на самом деле бонусов как таких я не вижу. Вот тут генерик элекшн только. Не знаю, вот этот договор только здесь смотрится. И всё. А так здесь ничего интересного. Я бы вот в балканские страны тоже ушёл. Ну, тут, видите, хотя надо бы, да, балканские страны прокачать пораньше, чтобы тем самым в Антанту вогнать. Хотя, с другой стороны, это может привести к ранней войне, что тоже нехорошо. Ну, посмотрим. На самом деле, пока рано судить, пока рано что-то говорить о том, что будет и что не будет. Так, ладно, пехотку мы разобрали, она у нас готовится к гвардию, пока оставим. Так, кавалерия, ну, кавалерия, ладно. Народное ополчение мы уберём. Так, сибирские дивизии. Ладно, пехотку я бы оставил, хотя она не сильно отличается. Ну, ладно, оставим. Пока это не мешается, поэтому пускай будет. Запускаем время потихонечку. Что у нас там по производству? Вроде бы как корабль, да, последний, да. Так, улучшили артиллерию. 14-11 год, до 14 еще долго, понятно. Тут морпехия как вариант, но слишком долгий вариант. Вот масло, я смотрю на масло пока что, думаю, брать или не брать на масло. Все остальное исследуется, естественно, и все готово. То есть, ну, остальное даже смысла трогать нет. Вот, ладно, давайте возьмем масло. Доходы ресурсов нам там немножко увеличены, 3%. Добычу, точнее, прошу прощения. А не доходы ресурсов. Хотя бы такой бонус. Так, Алексей Брусилов, вот, конечно, радует. И очки, и скидки на доктрина. Очень хорошо смотрится. Так, вот очков 0,5. Ну, эх, поживем. Вот, скорость дивизии минус 20, так это вообще. Самые-самые жестокие, на самом деле, дебаф, который здесь есть. Вот с ним бы как-нибудь бы разобраться, но не получится. Так, цивиль. Цивильные фабрики. Только, да, обыкновенные фабрики можем ускорить. На самом деле, я все равно буду брать, скорее всего, пехоту. На пехоту специалист. 5-10, конечно, это мало. Здесь вообще 5-5. Ну, вот. Показатели очень-очень маленькие. Ну, что поделать? Что есть, ребятки? Что есть? Да. В производстве... Лишь двадцатка. Неприятно. Давайте пехотку хотя бы временно до 5 попытаемся довести. Это как-то жестоко смотрится. Такая скорость на добыче. Такая скорость строится. Так, по одной как раз достроится. У нас стоит частичная мобилизация, поэтому все со скоростью более-менее сойдет. Не скажешь, что и плохо. Не знаю, в кадетский корпус можно бы бафнуться? Вполне, в принципе, 75-10% поддержки. Кстати, видел предложение, ребят, перейти с Александром Колчаком во главе? Ну, не знаю. Царисты. Это в случае гражданки. Кстати, вот мне интересно, как гражданка будет реализована здесь. Тоже интересный вариантик. Посмотрите-ка, что да как в ней. Потому что многого я на самом деле жду. Но не знаю, что в итоге получится здесь. Со стороны я гражданку видел. Это, ну, как восстание. Ну, как, даже не восстание, а просто отделяется страной, гражданочка. Ну, ничего особенного. А вот именно с первых лиц, так, с первого ракурса, это бы хотелось увидеть. Там, Смонская империя. Давайте пока возьмем эту. Ну да, у нас уже хотя бы 29,9. Да, производство очень большое. Ну, сейчас подрастет в целом. Чего ж? На этот что так ругаться? Пехотка нужна в большом количестве. Да, вот арты, конечно, да. Да, я как вижу, это тысячи дней надо. Три года сейчас. Если мы добавим все, то, конечно, усилится быстро. Так, вот смотрите, вот мне нравится вот эта вот вещь. Но тут скорость дивизии, зато организация очень хорошо подрастет. А здесь скорость дивизии. То есть, явно я пойду по скорости дивизии, хоть мало-мальски ее привести к усредненным показателям, было бы неплохо. Очень неплохо, вам скажу. Так, а у нас 3000, да, в целом? А, 3000 есть. То есть, что я парюсь-то тогда? Подрастет эффективность, и так. Че париться, не понимаю. Так, что-то у нас там пошло. А, ну да. Война. Война в династии Китая. Революция. У нас, Светка, что-то связанное с этим есть, кстати. Я бы сейчас еще вспомнил. Ну, где-то это есть, да. Во. Танатова, то есть, тут поддержать очки. Владивосток улучшить. Сипония, как бы, отношения, либо претензия получить на империю, да, то есть. Персия. Давайте, ребят, ваши ставочки, кто победит? Квинг династия, либо демократ. Я вот хочу поставить на вот эту династию. Вот, ну, на самом деле, ну, не знаю, как она умудряется каждый раз продавать. Ну, да, у вас дивизии меньше, да, все. Но защитить, не знаю, обойти пять вражеских частей, это так сложно на самом деле. Ну, очень сложно, да, вот, захватить надо, вот, мухан, и все, больше победных очков-то в их распоряжении. Ну, ладно, еще вот, и все, ну, ладно, еще два. Ну, в целом, у них победных очков-то там раз-два я обчелся. Ну, я не знаю, ну, как можно умудриться не захватить? Просто не понимаю. Это жестоко. Че, следуем танкер? Ну, ладно. Давайте возьмем, может быть, когда-нибудь нам это пригодится. Кстати, часть... Да, Германской империи. Давай, я в тебя верю. Я в тебя верю, дружок. Нейтралити-фокус. Интересный фокус на нейтралити. Ну, смотрим, что выйдет. Не знаю пока. Ну, 150 очков, кстати, что-то... А-а-а, вон в чем дело, смотрите-ка. Я не наблюдал раньше за этой войной. Теперь смотрите, со временем переходит новая территория просто. Вот в чем дело. Видите, уже как бы у них положение даже не хуже-то, чем у... Китайской династии. Насчетом того, что у них еще это модификатор. Вывод в чем. Я-то думаю, в чем дело, ребята. А тут, видите, просто переброски идут. То есть, постепенно земли отходят. Ну, это как с Китайской, кстати. С Коммунистическим Китаем отчасти. Ну, смотрите, давят. Ну, давай, ребята, Ухан, рядышком. Во, под Уханом уже сражение. Так, нам, кстати, можно взять что-нибудь. Индустриал, электроникс. Я вот не знаю, отсюда что-нибудь взять, может быть. Ну, стоимость 30 обыкновенных, даже не знаю. Вроде как и хочется взять с одной стороны, а с другой. Зачем нам это надо? Нам бы улучшать пока есть возможность пехоту более-менее. Артиллерию, кстати, и пехоту. Давайте сначала артиллерию. Смотрите, за Ухан, битву. Ну, давай, дружочек мой, я в тебя верю. Давайте, нейтралитет пускай здесь остается. Пускай останется нейтралитет. Я верю, 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 верю в это. С тем, Монголия выделилась, или она была? Вот, мне вопрос. Вроде бы она была. В Монголии это общательный разговор, ничего особого путного вне нет. Во, отбивает, отбивай. Да, тут все забрано. Ну, давай, давай, давай. Молодец. О, красава. 18, 48, 89, ух ты. Наблюдаем за войной, хотя бы где-то войны идут, поэтому это интересно. Он и тут отбирает, ух. Давай, 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 я в тебя верю. Надеюсь, очередной перехода земель не произойдет. Ну что, у него же дивизия. О, плохо окружение. Так, Вухан вообще не падает. И здесь. Ага, началась итальянская-османская война. Вот тут. Война Италии с османами, короче, вот. Еще вдумаю что-то. Да. Кстати, вот интересно то, что эта война заскриптована, я немножко вам пропалю. То есть вот эти территории Италии сразу же отходят, хотя здесь вы можете и ставить ваши части, все равно тут Италии, здесь будут бои. И в целом можно победить, Италию выгнать, то есть вот если задержать ее достаточно долго здесь и даже отбить вот эту территорию, несколько тут, то война будет через время Италии проиграна, и просто вы замеритесь, они ничего не получат, вы тоже ничего не потеряете. И, к сожалению, выиграть за Османскую империю эту войну как таковую я не смог. Высотку попытался сделать, естественно, первая не прошла, а пока готовил вторую, в итоге на нейтралитете, ну то есть на ничьей закончилась война, и я такой, ну ладно, что поделать. Ну, в итоге я не сдал просто своих позиций. Хотя на самом деле вот бороться вот за эти земли, ну не знаю, тут людей вообще мало, ресурсов нету, вот смысл. Ну, наверное, только вот ради вот этого региона, где 480 тысяч, и вот, и все, и вот и все. В других регионах народу-то почти нет. Ну, смотрите, мои ставки вроде как оправдываются, ну давай, дружочек, ну ты чё, так отбить что-ли сложно? Республиканский, ну ты чё? А кто? На авторитарии? Ну то есть, ну как? Вот как, кстати, ребят, смотрите, они не захватили территорию, они ничего не забрали. Просто как-то бац, и перешло всё к ним. А вот это вот странно, на самом деле, они не были у столицы. Каким макаром тогда произошла их победа? А вот и дилемма, ребят, а вот и вопрос. Непонятно, на самом деле. Благодаря чему это всё произошло? Просто как-то само по себе ощущение такое. Ну ладно, ну на самом деле сложно понять. Сделали вот так вот, сделали, и всё тут. И не придерёшься, ничего не скажешь. Ну, есть и есть. Пускай эффективность пока там растёт. Надо же её повысить. Так, я понимаю, тоже части постепенно наше всё становится менее обученными. Но всё равно держится пока. Хорошо. Так, производство первых на единичку спустим всего. Но их мало, 17 дивизий, но всё-таки. Надо бы их использовать в полной силы. Ну, да, кстати, отбили эту территорию. Тут очередная высадка, что ли, или ещё что-то. Ну, я не знаю. Я, на самом деле, за Османскую империю. Пускай хоть где-то она выиграет. Пускай она хоть где-то будет стоять твёрдо на ногах. А то, не знаю. Ну, как-то уже странненько. То есть, то, что она всегда сливается. То, что она проигрывает. Уже как-то хочется разнообразия, знаете ли. Разнообразия. Чтобы что-то там было другое. Чтобы боролись прям так у нас тут. Конвойчики можно подкопить. Давайте этим займёмся. Пока пускай конвойчики. Я вот думаю, что взять. Ну, такое опережение времени просто я даже не знаю. Мало. Вот сейчас такое время. То, что исследований мало. Такие можно выбрать. А потом будет такое время, что исследований куча. Очков не хватает. Это такое количество этих исследований. И ты такой куда, что, где, когда. Вы уж, наверное, мучатся с этим, да. Я, кстати, не знаю, почему православие сделали таким жёстким. То есть, такой дебаф в 0,8 очков туда тратится. Я вообще не понимаю. В данном случае вот тот же самый СУНИЗМ. Сделали, ну, прекрасным. Организацию дивизию лично на 2%. Так поддержку коммунизма ещё уменьшает. То есть, вообще очень классный. Я не знаю, что это такое. Зачем было так делать? Так, маслка. Масло взяли. Давайте дальше. 190. Ещё следующее масло. Продукция вроде как увеличилась. Хотя... Чё-то не заметил. Так, вух. Отлично. Вот это нужная вещь. Ещё один заводик. Чем мы ещё заниматься, как не заводиками, да? Ладно. Давайте всё-таки по балканской политике пойдём. Она как-никак нам сейчас была не помешала. Берём. Поэтому её так скоро заводы подойдут. Новенькие. 73 и 31. Ну, ладно. В целом... Да, 146 бы. Было бы неплохо выбить. Но сейчас давайте пока займёмся на самом деле. Да. Артиллерия, артиллерия, артиллерия. Это наше всё. То, чем надо жить. Я не знаю, как республиканцы победили. До сих пор думаю, ну вот как? С какой стати именно они победили? Почему не... Кто-то ещё? Кстати, у них неплохая промышленность. В целом схожа почти с нашей. Мы единственное по-военному лучше. Ну, чуть-чуть. Но сравнить. У них была война, у них территория меньше. Ему тут, да? Не знаю. Больше, кстати, никаких религий я здесь как таковых не заметил. То есть, суннизма, православия только. Остальные религии пошлите боком, да? Как говорится. Подумаете, они тоже есть. Да, ну ладно. Они как бы есть, но их как бы не используют. Они активируют нигде. Италия, кстати, пробивается. Мне вот это не нравится. Я всё-таки за Османскую империю. Но у них там шаблоны такие дурацкие. А то, как комп меняет шаблоны, думаю, каждый знает. Это не очень активно. И поэтому там выходит на самом деле жестоко. Очень некрасиво и очень бессмысленно. Так, ну и нам показывают то, что мы в случае войны-то тут начнём проседать. При этом ещё учесть на то, что у нас Кавказский фронт не закрыт. Вот у нас не закрыта вообще территория. Прекрасно. Территория Австро-Венгрии. То есть вот эта территория обширная достаточно, не закрыта. Естественно, Австро-Венгрия сама по себе слаба. И на её части что-то бояться не стоит. Их много, но они... Отстойные, скажем так. Так, скоро начнётся война Сербии с Османской империей, Сербии, Болгарии, Румынии и Греции, Монтанегра. Не знаю. Вот некоторые, кстати, называют то, что Черногория... Не знаю, правильно ли это называть Черногория. Черногория... Черногория... Ой, всё, уже забалтаюсь, ребят, прошу прощения. Так, Балканская лига, Монтанта и Центральная страна. Балканская лига выглядит больше... Мне больше нравится, как она выглядит, на самом деле. Очень красивенько. Она меня радует. Так, 9.20 опыта уже почти. Вот ещё нету больше, да? Ладно, надо возмещать потери. Надо артиллерию больше, больше, больше. Арта это, на самом деле, всегда решает. Чем больше арта, тем лучше. Не знаю, почему Династия проиграл. Как-то печальненько даже. Так, ну, скоро мы докачаем с вами Балканскую политику. Получим 100 очков политической власти. Ну да, победила, забрала эту территорию. Усманская империя стала слабже. Не знаю. Ну, как она так умудряется, я не понимаю. 8 заводов до сих пор есть. 17 фабрик. Ой, боже мой. За это время можно было более-менее поднять душ по фокусам. Так, ладно, Балканские страны. В изоляцию, я думаю, мы уходить не будем, да? Ну да, поэтому поможем. Взаимопомощь, взаимовыручка и все остальное. То есть, ну, как всегда, будем помогать жить в этом мире слабым, неимущим и всем остальным. Защита и идеология. Капитан. Давайте возьмем капитана. Это то, что думаю, после того, как построить эти военные, еще построить несколько строительных фабрик. Так как я вижу, что их не хватает. И не помешало бы нам их построить все-таки. Я, кстати, вот сейчас анонсировали новый патч. Я не знаю, как модернизировать мод к нему. Потому что в патче в самом по себе укрепление изменит все остальное. А тут есть траншеи, я не знаю, траншеи. Ну, вообще, укрепление просто колючий прол, как я понимаю. Траншеи, вот это вот все. Копная война. Вот для этого всего. Ну, не знаю. Как вот это применят, как это поменяют, как это внедрят именно в суть. Вот мне интересно, изменить ли здесь также цену. Без окопов в большом количестве будет, конечно, сложновато. Компьютера. Но не нам. Нам все равно, на самом деле, чем нам жить. Как-то особой разницы нет. Что с ними, что без них. Как-то так и так хорошо. Так, Титаник затонул. Трагедия Титаника. Италия себя чувствует прекрасно. Абиссинию или Эфиопию тоже может забрать со временем. Но не сейчас, конечно же. Мне очень нравится Африка, на самом деле. Сейчас и Германия здесь неплохо себя чувствует. Очень много территорий, при том богатых по людям. То есть людскими ресурсами она не обделена в этих территориях. И Испании еще сильная, сильная Испания. Ну, в целом, большим, что такое нейтральная Венеция, вот. Нейтральная Венеция. Хуан Висента Гомос, если я не ошибаюсь. Здесь у нас сидит в Бразилии Нила Прокоппио. Кстати, отношения у нас с ними вроде как по плюсу. Благодаря соседству, да, благодаря пане братству. Ну, по 23 арты. Так, во, отлично. Взяли софт-атак. Теперь давайте берем организацию и скорость дивизии. Вот организация и скорость дивизии. Это то, что наше больное. Потому что минус тут и минус тут, как видите. То есть это нам обязательно надо. Да, триумф. Выиграть в большой игре. Грейргейм. Так понимаю, да? Выиграть в большой игре организация плюс два. И вот это вот уберет. Вообще-то, на самом деле, ради этого стоит побывать. Османской империей. Я не знаю, почему я сразу к этому не спешу. Потому что пока не будут с балкановскими странами бывать. И это самое идеальное. Только вот на Болгарии я даже не знаю. Химикл Варфайр фокус. То есть это где-то должно быть тут. Нейтральную политику идеально можно сменить. Просто взять и применить, да? Нам бы так жить. А что с Австралией-то? Как все хорошо? А, она тоже в союзниках. Только она демократа. Они все демократы. Они все демократы. Эх уж. Эх вы. Один я остаюсь истинным. Истинным. Ну, все, война началась. Истинным этим, как его. Нейтралитетом, да? Вот это вот классно, то, что убирает ортодоксы. Но поддержка коммунизма, и вы понимаете, то, что это убьет все, да? А, Сербия. А, Ливс и Балкан Лиг. Сербия присоединяется к Контанте. Против Болгарии. Отношения с Румынией. Политика Скандинавия. Получимся. Вот я не знаю. Милитари факторы. Невелбейс. Вот это вот все так смотрится. Прекрасные инвестиции. В киоске. Ай, ладно. Поехали по тому, чему я хотел. Я не знаю, как это сейчас стать отреагирует сейчас. То есть, от войны сейчас идет. И как это будет реакция. Я вижу, что сразу же Болгария пришла в нападение. Как и Сербия, и Греция в том числе. Но османы вначале, конечно, будут проседать. Потом они все-таки сдобрят это дело. То есть, они сдержат. С этой дивизии почему-то меньше стало странненько. Так, увеличим количество заводов. Я так понимаю. Да, у нас хватит, кстати. Скоро покрасить строительство первых. Поэтому все нормально в целом. Кстати, апгрейд скоро пушек полный произойдет. Прекрасно. У нас их в запасе теперь 20 лишних тысяч. Да, там есть старье. Я ничего не скажу. Ну, старье старьем. Но в случае чего это старье может нам помочь. Подсобить. А это неплохо, между прочим. Очень даже. Так, это мы получим. Дальше мы пойдем по пути Балканского коридора, наверное. Я не знаю, как пробиться к Болгарии. Ну, если мы, в принципе, подряд исследуем. А, да. С Германской империей. Вот еще и смысл, и обещать тогда. Ну, ладно. Сербию в Антанту пригласим. Это будет единственной нашей целью. Это и фото веточки фокусов пока что. Ну, я вижу то, что, да, мы не так пошли, и мы ничего не получим, на самом деле. Коммунизм под запретом. Звучит просто. Выглядит даже прекрасно. Так, 439 дней. Тут исследуется. Поддержка с воздуха. Ну, не знаю. Давайте флот возьмем. Давайте вот честно на флот возьмем исследование. Пускай будет. Вообще, честно, артически, когда 50% мировой напряженности будет, а это будет скоро, мы сможем убить войну вообще с сами Османской империей. Но я боюсь, это сломает немножко веточку фокусов, и мы тем самым вообще никак не уйдем по пути мечты Петра. Это будет не очень хорошо. На самом деле, вот то, что вы ругали, то, что я пошел по советам, это идеальный вариант благодаря бонусам. Бонусы просто дичайшие, я не знаю. На самом деле, это самое лучшее, что можно набрать. Ну что, берем... Ну да, беру пулеметы. Ранняя поддержка. Ну, 272 дня, конечно. Ну, как, кстати, как доктрина, но все-таки бонус хороший, поэтому почему бы не взять. Я, как понимаю, по производству мы... Да, постепенно подходим к лимиту. Отлично. Сейчас они вдвоем будут по 34, по 35 даже производить, а единиц очень много. Больше даже, я думаю, арты нам и не пригодится. Да, думаю, хватит. Вполне себе. Так, ну и все, да, я вижу то, что забилось. Давайте вторую ветку пехоты возьмем, а потом, я думаю, все-таки пора бы нам взять с вами саппорта. Две линии где-нибудь. А, алюминия нету. Плохо. Тогда монетализированная часть, ну, такое. На самом деле, гаубицу тяжелую тоже не очень вижу смысл брать. Так, 5, а здесь у нас еще 6-7. Понимаете, тогда хотя бы вот так вот сделаем. Да. Взяли. Мы не можем пока пойти сюда. Можем отношения с Румынией улучшить, но нам это тоже ничего не даст. Но ведь это тоже ничего ровным счетом как-то к вам не даст. Можем скидку на доктрину, кстати, взять. Во, вот это идеальный способ, потому что 7 дней как раз мы получим то, что нам нужно. Почему бы и нет? Всегда берем то, что надо. Скидка на доктрину. Ой-ой-ой. Сербия. Ну-ка, подождите-ка. Ха-ха-ха. Подождите. Просто подождите. Половину. Половину. Сейчас так немножечко я попытаюсь понять весь смысл этой дилеммы. Подождите, я могу, то есть, напасть, да, чисто теоретически. Поехал. Не, ты не хочешь закрепляться, да? Ну ладно. А вот так вот? Как тебе будет? Я, кстати, не знаю, почему он так странненько себя ведет. А нет, бьет, кстати, неплохо бьет. Ха. Ха-ха. Сразу же на помощь послал. Шумилов. Я не знаю, кого мы, кстати, выберем. У нас по навыку на третьем уровне. Беннигхамф только неплохо смотрится. Но его брать на себе дороже. Давайте теперь вы разбредетесь и идеальненько так нападете. Окей, ребятки. Я думаю, вы это сможете сделать. Иначе будет как-то обидненько то, что наша атака здесь провалится. Я все-таки горы хочу взять. Ну, кстати, неплохо можем помочь. Ну, хотя Сербия и так справляется, как я вижу, и очень удачно. Да и вижу, вижу то, что ты хочешь. Войну, чтоб я вступил. Я понимаю то, что надо бы помочь. Ну, друг мой, подожди, пока мои части хотя бы немножко встанут. Ладно, на свои места. Я боюсь сейчас вот так вот атаковать. У нас части не знаю, где стоят. Это будет жестоко. Так, ну, я тебе агрессивную политику ставлю. То есть, можешь не переживать по этому поводу. Так, он, конечно же, пошел. Ну, зачем стоять? Давайте сходим, прогуляемся, да? Поехали. Ой. Что-то как-то много стран вступило. И все, все, ребятки, все союзники решили вступиться с нами вместе тоже в эту войну. Кстати, вот один на один мы не рубим. Даже два на два. Ну, тут горы, да. Тут горы решают. Тут еще углы, я так, че-то. Ладно, да, я понимаю. Погоди, ну вот куда ты идешь? Нельзя вот так вот продавить, а сразу же. Ты тут реку возьмешь. А делишь эти две части. Так, а вот тут вот че? Нельзя атаковать. Вот. Заходишь сюда, а потом. Вообще идеально будет. Сотяновки-то должны идти, да? Ну, куда-то атаковать. Ну, вот куда. Вот. Андрей, что тебе надо? Понимаешь весь смысл этого делать? Понимаю, я думаю. А, неагрессивный. Ой, пакт неагрессивный. Пакт-то не нападения просит нас. Ну, ребятки, знаете, это все... Это все бессмысленно. Давайте давим, пока у них боевой дух и организация не остановились. Самое идеальное время, чтобы додавить части. Сейчас посмотрю, кстати, че тут случилось. С Монской империей не очень себя чувствует. Болгария, кстати, начала продавливаться, что ли? А нет. Вполне себе держится. Молодец. Молодец. Так. Поехали. Так, тоже нападаешь. Вот, отлично. Не, мы делаем так. Половиночку сюда берем. Идет сюда. Другая половиночка у нас идет вот сюда вот сразу же. Мы тут особо сильно не раскручиваемся. Тут все простенько, быстренько идет так, как надо. Так, я понимаю то, что потом мы идем сюда. Тем самым закрываю тут тоже проходы. Так. Ну, давай тоже помоги. С разных направлений будет идеально. Нападение. Так, тебя можно вывести в траблон пока. И так без тебя там хорошо справиться. А ты хоть траблон захватишь. Первая турецко-русская война в нашей вариации. Я как вижу, она достаточно удачненькая. Ну, а как еще иначе-то может быть? Е-мое. Конечно же, удачно. Мы же играем. Мы управляем этой страной. И мы решаем, что, когда и где, и чего. Так, ладно, давай-ка ты тут это. По побережью. Ты вот сюда вот. Ты куда-нибудь вот сюда вот тоже. Ну, если проще говоря, топаем. Топаем просто. Отхватываем спокойно их территорию. Даже, да они даже не парятся, ребятки. То есть, османы проигрывают. Ну и что? 41 тысячу потеряли. А сколько мы? Мы, кстати, потеряли, мне кажется, немало. Да, одну тысячу. Тут еще немало. Мы, кажется, потеряли немало и такой одну тысячу. Ну и ладно. Это вообще ни о чем, да, типа? А не хочешь одну часть сюда хотя бы запустить, что ли? Ой. Ой, какой смельчак. Ой, какой смельчак. Почему бы не произвести самоубийственную атаку на нас, да? Подумай, что это отнимет людей. Зато атака. Зато атака. А что здесь? Ты не хочешь помочь, что ли? Я не знаю, там. Ну, дружок. Погоди. Вы вдвоем не можете предъявить одну дивизию. Вот и все. Так, атака пошла. Ну, я тут думаю, мы удержим. Хотя, кстати, сопотом 29 пока. Плохо. Мало. 29. Вот контратака. Смотрим, что у нас там показалось. Они защищаются хорошо. Так, доктрину взяли. На доктрину взяли, да? Пока не можем. Давайте Infinity Fort. Так, движемся дальше. Помогаем. Никто нам не запрещает помогать даже, наверное. Поощряют это дело. Так, а что у нас тут? Как я вижу, тут нас пробивают, да? Давайте быстренько так. Такуем пока дивизия там отдыхают. Как мы хорошо здесь разошлись-то, да? Чего, никак зоваться не хочешь, Русманской империи. Опа-опа-опа. Вот это уже начинается быть интересно. Так, в оборону. Вижу то, что здесь не все так легко, да? Так, давай-ка сюда. А половинка вот сюда. Поехали. Ну, пробираться там мы пробирались неплохо. Но сейчас, как вы видите, здесь начинается сопротивление. Это... Это не есть хорошо. Давайте в Инкарус этого направления зайдем. Так, здесь две армии, да, бегут, бегут. Так, горы, да, я как подозреваю. Да, горы, горы, атака, защита. Стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Троечка, да? Многовато. Я вам скажу, очень многовато. Так, ну что тут делаешь? Видите-ка, части захватывать. Так, здесь две части, да? Одна идет у нас, захватывает сюда. Вот, я как вижу, тут турок однозначно постарался. Другая идет вот так вот отрезать. Ну, ну, ты молодец вообще. Ты все правильно делаешь. Так, а что здесь у нас? Почему? Какой-то вред происходит. Зачем тебе вот эти части? Так, что у нас здесь? Все хорошо, давим. Так, а что у нас по временям? Кстати, пора заканчивать, ребята. Ну что, давайте на этом нашу серию подводить к концу. Случайная война, в которой мы помогаем Сербии. Османская империя, как видите, неплохо. Так падает под нашим напрягом. Мы потеряли одну тысячу против пятидесяти тысяч османских. Их, конечно, расчет такой себе, но в целом неплохо. Нам главное, конечно, до Константинополя добраться. Но я вижу то, что это не самое простое, что мы можем сделать. Явно тут у нас враг сопротивляется. Но мы постепенненько что-то делаем. Надеюсь, что-то реально хорошее сделаем. Тут даже Великобритания умудрилась проиграть. Ну, молодец. Ну что, надеюсь, вам была интересная эта серия. Если так, то не забудьте поставить лайки, оставить свои комментарии. И до скорых встреч. Всем пока-пока.